Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях начальник отдела социального развития администрации Одинцовского муниципального района Наталья Вячеславовна Караваева. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна. Здравствуйте, Мария. Рада вас видеть в нашей студии. Вы сегодня не случайно. Скоро лето. И нам хотелось бы знать, как в этом году будет организована и как будет проходить летняя оздоровительная кампания. Я думаю, что это очень актуальный вопрос. И сейчас все родители и дети просто прилинули к экранам телевизоров. Действительно, Мария, огромная работа сейчас проводится специалистами администрации Одинцовского муниципального района по подготовке летней оздоровительной кампании 2016 года. Будут привлечены значительные средства на ее организацию. И прежде всего, это средства бюджета Одинцовского района в размере 17,5 миллионов рублей. Выделена также субсидия Московской области на организацию летнего отдыха наших детей в размере 15,152,000 рублей. Это огромное действительно средство. И нам необходимо рационально и грамотно их расходовать для того, чтобы отдых детей был интересный, содержательный. И самое главное, способствовало оздоровлению наших ребят. Ну, давайте немножечко о цифрах. В Одинцовском районе проживает более 30 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет включительно. То есть, вот на момент, будем говорить о организации летней кампании, для наших подростков не должно исполниться 16 лет. Почему я останавливаюсь подробно на этом вопросе? Это очень важно. И к этому я еще буду возвращаться несколько раз. Отдых детей будет организовываться по следующим направлениям. Прежде всего, это приобретение и предоставление родителям наших несовершеннолетних бесплатных путевок в оздоровительные лагеря. В этом году будет три маршрута. Первый маршрут – это Подмосковье. Второй маршрут – это море Черноморское побережье. Возможно, это город Анапа. И также совместно с Московской областью мы будем приобретать путевки для 192 детей из нашего района в лагеря Крыма. То есть, вот три направления – Подмосковье, Анапа, Черноморское побережье и Крым. Также следующее направление нашей работы – это организация пребывания и досуга детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Такие лагеря будут открыты практически во всех образовательных учреждениях нашего района. В общеобразовательных учреждениях, в учреждениях спорта, спортивных школах и в двух наших центрах – Одинцовском центре эстетического воспитания. Мне лучше переговорить и сказать, что такие лагеря будут открыты во всех. Все хорошо. Такие лагеря будут открыты во всех наших образовательных учреждениях. Это общеобразовательные учреждения, это школы, лицеи, гимназии, учреждения эстетического направления, это Одинцовский центр эстетического воспитания и Пушкинская школа. И также в восьми спортивных школах нашего района. Туда будут зачисляться ребятки, которые обучаются в этих образовательных учреждениях. Следующее направление работы – это организация занятости наших несовершеннолетних в бригадах с оплатой труда несовершеннолетних. Бригады будут созданы по ремонту и благоустройству наших школ, лицеев и гимназий и, соответственно, с выплатой заработной платы. Следующее направление нашей деятельности – это организация детей в детских объединениях, кружках, секциях. Это будет подготовка обучающихся к новому учебному году в кружках и секциях обучающей направленности. Такие объединения будут созданы в наших образовательных учреждениях в основном в июне месяце. Это и детские пришкольные площадки, это экологические лагеря, это бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений без оплаты труда наших детишек. И также это будут всевозможные экскурсии, как однодневные походы, так и многодневные выезды, которые, конечно, осуществляются за счет родительских средств. Ну вот такие основные направления работы в рамках летней здоровительной кампании. А сейчас я, если вы позволите, остановлюсь более подробно на каждом из этих направлений, потому что это очень важно. Сейчас, в марте месяце, родителям понимать, как они могут организовать в нашем районе отдых и пребывание детей в летний период. Но самое главное, я попросила бы вас выстроить такую дорожную карту, то есть чего родителям, которые приняли решение, что они хотят отправить ребенка отдыхать в летний оздоровительный лагерь, либо направить в одну из предлагаемых площадок или детских лагерей, которые будут организованы на базе образовательных учреждений, с чего им начать? Какие дальнейшие пошаговые инструкции для родителей, чтобы они уже четко знали, что, куда, когда и зачем им надо идти? Замечательно, пошагово. Шаг номер один. Прежде всего, обратиться в свое образовательное учреждение и с письменным заявлением обозначить, что родитель хочет, чтобы его ребенок либо получил бесплатную путевку в оздоровительный лагерь, либо обозначить свое пребывание в лагере с дневным пребыванием в образовательных учреждениях, или в бригаде с оплатой труда подростков. Это все делается непосредственно в образовательном учреждении, в котором обучается ребенок. То есть написать заявление. После этого предоставить пакет документов. Соответственно, это ксерокопия паспорта родителя, свидетельство или паспорт ребенка. Также документ, подтверждающий льготную категорию. Это очень важно, потому что вы прекрасно понимаете, мы сможем приобрести только более 500 путевок, где-то 550 путевок мы приобретем на весь район. Это, конечно, не так много, как нам хотелось бы. Поэтому в первую очередь путевки будут предоставляться детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В соответствии со 120-м федеральным законом, к категориям трудной жизненной ситуации, в первую очередь это относятся дети, которые проживают в малообеспеченных семьях. В семьях, которые состоят на особом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете в образовательных учреждениях. Дети, которых воспитывает одинокая мать или одинокий отец. В семьях, где есть потеря кормильца. В семьях, где родители являются инвалидами и другие льготные категории. Конечно, они имеют право от первоочередного получения бесплатной путевки в оздоровительные лагеря. Мы их называем «воездные оздоровительные лагеря», чтобы было понимание отличия от лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях. Также правом первоочередного получения путевки являются и дети, которые воспитываются в многодетных семьях. Но здесь мы четко смотрим. Первое – дата, когда было подано заявление. Второе – это льготная категория, которая имеет право на бесплатное получение путевки. Ну и также все остальные заявления, которые будут поданы на соответствующую претензию получения путевки. А дети, одаренные дети или дети, которые в течение года показывают высокие показатели в учебе, в спортивных секциях, они как-то тоже поощряются отдельно? Это очень хороший вопрос, и нами действительно будет выделен определенный процент путевок, наградных путевок. Это дети, которые проявили в течение учебного года особые успехи в учении, культуре и спорте. И я думаю, что мы очень надеемся, что мы получим также от Министерства образования Московской области бесплатные путевки в Артек. И, безусловно, за высокие результаты такие детки будут поощрены. Также мы определенное количество путевок, которые будут приобретены в Крым, выделим для одаренных детей. Ну и лагеря, мы вообще считаем, что в Одинцовском районе все дети одаренные. Поэтому от каждого лагеря определенный процент будет выделен на детей, которые являются одаренными. Но они действительно должны занимать призы на соревнованиях и конкурсах, которые проходят в Московской области, в Российской Федерации. И эти соревнования и конкурсы должны входить в официальный перечень мероприятий, по которым выдаются за особые заслуги путевки детям. Ну, наверное, дети собирают портфолио, да, подается, и уже комиссия принимает решение. Безусловно, безусловно. Ну, наверное, таки очень много, мы еще раз повторим, потому что в нашем районе очень много талантливых подаренных детей. И самое главное, очень много ребят, которые занимают призовые места на всероссийских конкурсах. И это очень отрадно. Наталья Вячеславовна, а не возникает такой проблемы, что вот все, например, хотят поехать на море? Возникает. Возникает. Действительно возникает. Как тогда вы здесь, как вам удается выровнять это? Балансировать. Это очень непросто. Это действительно непросто, потому что здесь судьба ребенка. Вот его летний отдых. Для каждой мамы ее ребенок – это самый лучший. И мы прекрасно понимаем, что в Одинцовском районе очень много семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, в первую очередь мы будем предоставлять людям льготной категории и особенно особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Проживающих в семьях, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И каждый ребенок, я и обращаюсь к жителям Одинцовского района, если вы знаете такие случаи, вы можете обратиться в образовательное учреждение, вы можете обратиться к нам в администрацию Одинцовского муниципального района, в отдел социального развития. Мы находимся в молодежной 16Б города Одинцова, 102-й, 103-й кабинет. Непосредственно к нам и каждый случай будет рассмотрен индивидуально. Наталья Вячеславовна, лето длится три месяца. Могут ли один и тот же ребенок поехать, например, все три месяца отдыхать в лагерях или в двух сменах? Вот как в этом случае? Нет, нет, нет. Дается право на сколько? На один раз. Несколько раз могут поехать только дети-сироты и дети, находящиеся в семьях опекаемые. То есть родители с ребенком должны четко понимать, в какую смену они хотели бы поехать, в какой период, в какой лагерь. Да, и, естественно, наличие таких путевок. Наталья Вячеславовна, немаловажный вопрос, мне кажется, вот все-таки для Одинцовского района. Какой он идеальный летний оздоровительный лагерь? Ну, безусловно, это очень такой хороший вопрос, который волнует. Наверняка должен отвечать особым требованиям. Да, он очень нас волнует. Первое, это, безусловно, внешние условия, это хорошие корпуса, это интересная территория, это наличие бассейна. Если это море, то наличие своего собственного пляжа. И самое главное, это хорошая команда, которая работает в лагере. Обязательно сертифицированные вожаты, сертифицированный медицинский персонал. Это интересная и содержательная образовательная программа. Наверное, вот организация досуга – это такой же важный вопрос, как и организация пребывания и оздоровления детей в лагере. Наталья Леонидовна, я знаю, что каждый год, когда проходит летняя оздоровительная кампания, мы всегда, телекомпания «Одинцова» вместе с вами провожают детей, встречают из лагерей, выезжают в летние оздоровительные лагеря. В этом году, насколько часто вы будете тоже посещать лагеря? Как будет мониторинг осуществляться? Мы планируем, да, прежде всего мы планируем выехать в лагеря, посмотреть, какие условия уже созданы для наших детей. Потом в течение смен мы также планируем посмотреть, побеседовать с детьми, посмотреть, насколько они довольны, возможно, вовремя прореагировать на какие-то вопросы. Мы всегда оставляем телефоны родителям, которые отправляют детей в лагеря, для того, чтобы они вовремя сигнализировали нам, если есть какие-то нюансы, которые родителям хотелось бы поправить. Но родители тоже должны понимать, что отправляя детей в иную среду пребывания, с точки зрения даже психологии, возникает процесс привыкания ребёнка, процесс адаптации ребёнка в лагере, выстраивание новых коммуникаций, которые, опять же, лагерь, да, это маленькая жизнь ребёнка, это новый, другой коллектив. Поэтому мы стараемся всегда держать руку на пульсе. А вот вы как считаете, в каком возрасте лучше всего начинать отдыхать и проводить своё лето в летних оздоровительных лагерях? Ну, как мама, как мама. Ну, вот как мама, именно как мама, нет, не как специалист, а вот именно как мама двоих очаровательных сыновей. Да, спасибо большое, и маленькой внучке. Вот, и как мама, действительно, я могу сказать так, что в лагерь с дневным пребыванием нужно отдавать ребёнка в начальной школе. Тогда будет и интересное его пребывание в этом лагере. Это коллектив, который он знает, это педагоги, с которыми они уже знакомы, дети. Несмотря на то, что в лагере детки из разных классов, но они уже визуально все знакомы. Вот. А выездные лагеря я бы рекомендовала где-то с 10 лет выезжать. Но, опять же, это частный случай абсолютно. Почему? Потому что есть ребята, которые социально адаптированы и в 7 лет, и могут совершенно спокойно оторваться и поехать в неизведанное. Где-то ребята очень тяжело адаптируются, 12-летние, 13-летние. Но это делать надо, потому что ребёнок столько приобретает для себя новых социальных навыков, коммуникаций. Они выстраивают какие-то свои дружеские связи, и они приходят с огромным багажом, который впоследствии используют в своей жизни, как в новом учебном году, так, наверное, и на многие-многие годы. Наталья Вячеславовна, вы ни одну летнюю оздоровительную кампанию провели. И, конечно же, знаете, как подготовить ребёнка и, как главное, подготовиться родителям к мысли и к отъезду в летний оздоровительный лагерь. Самое главное – не накручивать себя и не накручивать своего ребёнка. Потому что все условия, которые будут созданы в лагере, все направлены на хорошее, адекватное пребывание ребёнка в лагере. Нужно рассказывать ребёнку о том, что дети бывают разные. И, безусловно, каждому ребёнку нужен подход. Вот. Самое главное – никогда не рекомендовать ребёнку самостоятельно выяснять отношения, если какие-то есть нюансы в личностном взаимоотношении с другими ребятами. Всегда надо обратиться к вожатому. Обязательно написать родителям, сигнализировать об этом. Родитель, безусловно, должен держать руку на пульсе. Он, безусловно, должен звонить в лагерь. Если какие-то ситуации любые, они должны говорить об этом нам. Потому что мы уже с точки зрения управления можем выстроить какие-то определённые алгоритмы решения вот этих непростых взаимоотношений, задач, спорных вопросов. Если с ребёнком, не дай Бог, случиться, что заболел, простыл, то всё это, опять же, в предыдущие годы нами контролировалось и решалось. Но если вовремя сигнализировать об этом. Всё-таки, как мама, вы как считаете, как часто нужно звонить ребёнку в детский лагерь и нужно ли приезжать? Ну, естественно, мы берём рядом лагеря, то есть это Подмосковье, если мы берём округ. Лучше, если ребёнок звонит вам сам, потому что в лагере есть такая практика, когда сотовые телефоны просто хранятся в коробочке у вожатого и выдаются в определённое время. Ребёнку, когда он связывается с родителем, говорит, что всё замечательно. Вот, это идеальный вариант. Раз в неделю, мне кажется, вполне достаточно, если вот такой вот ежедневной связи по сотовому телефону нету. Приезжать лучше в родительский день. Ну, для того, чтобы убедиться, что всё хорошо. Ну, и самое главное, не мешать ему получать удовольствие от лагерной смены. И не пытаться, наверное, контролировать каждый шаг. Или не провоцировать на то, чтобы ребёнок сказал, ой, наверное, я поеду домой. Вот это вот есть такое, да? Бывает, бывает, потому что дети, безусловно, тоскуют по своим близким. Но, тем не менее, у них появляются новые друзья, новое общение, они узнают массу интересного, неизведанного. И, конечно же, что самое главное, они развиваются. Да, и самое главное, они оздоравливаются. Мне бы хотелось ещё раз, чтобы мы повторили, что же делают родители для того, чтобы получить заветные путёвки и поучаствовать в летней оздоровительной кампании. Идут в свои образовательные учреждения, пишут заявления, направляют туда документы к серокопии своего паспорта, где вписан ребёнок, паспорт или свидетельство о рождении ребёнка и пакет документов, соответствующий к льготной категории, а также пакет документов о его особых успехах. Ну, я так понимаю, что в последние годы, конечно же, интерес к летней оздоровительной кампании среди, и самое главное, доверие вырос, и детей уже родители более легко отпускают. Ключевое слово здесь – доверие. Потому что, действительно, первые годы было достаточно непросто нам сформировать отряды, которые мы направляли в наши оздоровительные лагеря. Сейчас уже с этим проблем нет. Теперь уже конкурс небольшой получается. Да, да, да. К сожалению, не все заявки мы сможем удовлетворить. Это печально. Ну, мы будем надеяться, и каждый год показывает эта динамика, что всё-таки средств ни район, ни область не жалеют на организацию летней оздоровительной кампании для детей. Поэтому и в этом году она пройдёт на все 100%. Мы, в крайнем случае, предложим все усилия, чтобы это было именно так. Но у нас ещё не заканчивается наша летняя кампания только на организации выездных лагерей, оздоровительных лагерей. Более 2,5 тысяч детишек мы планируем привлечь в наши оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, которые будут созданы практически во всех образовательных учреждениях. Здесь я действительно сделаю такой вот акцент, что не во всех образовательных учреждениях будут созданы такие лагеря. Наши школы, лицеи и гимназии, которые в этом году будут особенно заняты на организации единого государственного экзамена, к сожалению, они не располагают тут материально-технической базой и не могут создать те условия, необходимые для лагеря с дневным пребыванием. Я назову сейчас эти образовательные учреждения. Это Одинцовский лицей номер 2, Одинцовский лицей номер 6, Одинцовская средняя общеобразовательная школа номер 5 и Кубинская средняя школа номер 1. Вот в этих образовательных учреждениях, к сожалению, мы не сможем создать условия для работы в лагере с дневным пребыванием. Но родителям, дети которых обучаются в этих образовательных учреждениях, надо как можно скорее сигнализировать о том, что они хотят, чтобы их ребенок в июне месяце находился в лагере с дневным пребыванием. Потому что жизненная ситуация у родителей может быть совершенно разная. Кто-то и мама, и папа работают, и у них нет дедушек и бабушек, которым они могли бы доверить своего ребенка в летний период. Поэтому, безусловно, лагерь с дневным пребыванием был бы большой находкой для такой семьи. Поэтому еще раз акцент, пожалуйста, родители, обращайтесь к своим руководителям, своим директорам, заместителям директоров по воспитательной работе, чтобы они направили ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в другое образовательное учреждение. И это тоже возможно. Да, и тоже важно и для тех ребятишек, которые обучаются в школах, где создаются лагеря. Потому что количество мест тоже ограничено. Школа не может открыть лагерей с дневным пребыванием больше, чем она может создать условия. Потому что продолжается единый государственный экзамен, начинается подготовка к ремонтным работам. Поэтому в каждом образовательном учреждении на определенное количество мест в лагерях уже запланированы и денежные средства, и ресурсы для организации лагеря. Поэтому родители как можно быстрее в своеобразовательное учреждение с заявлениями. Наталья Вячеславовна, мы разобрались с выездными лагерями, с лагерями дневного пребывания детей. А то, что касается трудовых бригад, как попасть в них тем, кто хочет уже заработать свои первые деньги? Действительно, для ребенка очень важно в своих ладошках ощущать первые самостоятельно заработанные деньги. И как мне кажется, чем раньше это будет, тем это, возможно, в дальнейшем повлияет и на его судьбу. Когда он понимает, что деньги зарабатываются, что это все непросто, и что он может самостоятельно ими распорядиться в соответствии со своими предпочтениями. Кто-то делает какие-то презенты и подарки родителям, кто-то покупает к новому учебному году то, что ему необходимо. Какие-то канцелярские товары необычные. Может быть, кто-то мечтает купить тот же телефон, планшет, но родители где-то могут помочь, а где-то ребенок заработает на это сам. Из бюджета района у нас выделены денежные средства на заработную плату ребенка и на материальное поощрение. Заработная плата в этом году в размере 1500 рублей. Это та сумма, которая будет, как у взрослых, как положено облагаться непосредственно налогом. И материальное поощрение 3400 рублей. Это на 200 рублей больше, чем в прошлом году. Также Центр занятости населения выделяет денежные средства на материальное поощрение ребенка. В прошлом году это было в размере 1400 рублей. Но мы надеемся, что эта сумма будет не меньше, чем в прошлом году. И ребенок должен понимать, что он тоже должен собрать пакет документов. Это, безусловно, открыть счет в сберегательном банке и получить свидетельство пенсионного страхования, на которое тоже будут начисляться определенные денежные средства. И, конечно, нужно понимать, что в такие бригады зачисляются несовершеннолетние в возрасте от 14 лет. Иногда рассуждают так. Около 5000 – это не так много для заработной платы. Но мы понимаем, что ребенок гарантированно получает денежные средства за свой труд. Это первый плюс работы в бригаде с оплатой труда несовершеннолетних в образовательных учреждениях. Также ребенок работает в той социальной среде, которую он знает. Он общается с ребятами. Опять же, это достаточно комфортное для него окружение. И третье – работа всегда посильная. Именно с точки зрения здоровья, возраста ребенка. И он развивается в это время. И трудовое идет воспитание, и эстетическое воспитание, и нравственное воспитание. И мне кажется, здесь не так важно, сколько, а сам факт того, что ребенок заработал первые свои деньги, например, на эти 5000 рублей, а это, в общем-то, может быть половина стоимости телефона мобильного. Да, безусловно. Или, например, решит сделать подарок своим родителям. Или купить цветы маме. Насколько же они будут дороги и ему, и ей. Ну, а потом еще тот труд, который он внес на благо своего образовательного учреждения, который, я надеюсь, он очень любит. Наталья Вячеславовна, спасибо огромное, что пришли. Я надеюсь, что мы сегодня ответили на все интересующие вопросы наших дорогих любимых родителей. Спасибо, Мария. Я очень надеюсь, что вы позовете нас в студию, и мы расскажем о ходе летней оздоровительной кампании 2016 года, о том, как заняты наши дети в летний период. Более того, мы не просто позовем и пригласим вас в нашу студию, мы обязательно съездим в детские летние оздоровительные лагеря и покажем вам, телезрители, как отдыхают наши одинцовские ребята. Вы смотрели программу «Моя планета». Всего вам доброго и до свидания.